На открытой площадке возле драматического театра прошла интерактивная программа «Игры и люди», рассказывает Айлита Тошкина. С колокольного звона начался праздник исторической реконструкции средневекового Новгорода. На открытой сцене студенты из молодежного театра на Фонтанге и Театра Время Санкт-Петербургского университета культуры и искусств разыгрывали спектакль «Действо» сказ о том, как купец Садко к Любави сватался. Если бы этот спектакль возле театра драмы проходил бы летом или хотя бы в сентябре, не мерзли бы ни юные актеры, ни зрителей, которых было бы в разы больше. А так пришлось от пронизывающего ветра спрятаться в красивой избушке, где одновременно проходили мастер-классы для всех желающих, но их оказалось не так много. Впрочем, интересное мы обнаружили в домике, где, как по волшебству, современная горожанка Татьяна преобразилась на наших глазах в расписную красавицу. Я на свету всех милей, всех милей, всех милей. Ткани, дорогие восточные ткани, они не были легкими, да, они расшиты золотом. Посмотрите, какое богатое украшение. Золотное шитье, жемчуг, камни, ну, первоисточники, конечно, самоцветы, да, которые тоже имели вес большой. А потом, посмотрите, если настоящим жемчугом, это еще имитация. А если настоящим жемчугом, оно было бы еще тяжелее. Однако средневековые новгородцы любили себя не только наряжать. В избе-читальне наш современник Евгений с трудом запоминал кириллицу и не с первого раза решился все-таки взять в руки писала, бересту, а затем и церу, дощечку с пчелиным воском. Посмотри, как они ровненько пишут. Это значит, что рука уже хорошо поставленная была, да? И каждую буковку, как прописную. Вот попробуй еще раз. Попробуй. Веселее было от тяжелого учения в потешном бою. Друг с другом в шуточном сражении столкнулись реставратор Новгородского музея-заповедника Сергей Ефимов и режиссер Боровической телекомпании МСТА Вадим Токарев. Оба не первый год серьезно увлекаются исторической реконструкцией средневекового Новгорода в клубе «Змей Горыныч». И считают, что историю интереснее постигать тем же школьникам, не по учебникам, а по масштабным историческим фестивалям, которые проходят в областном центре и в Старой Ладоге, и в Изборске. К сожалению, в этой интерактивной программе «Игры и люди» школьники и дети были в меньшинстве. Хотя, если бы не ноябрь, желающих узнать и увидеть, как жили новгородцы тысячу лет назад, было бы намного больше. Алина Тошкина, Александр Штукин, Вести, Великий Новгород.